Мы, конечно, верили в то, что у себя дома наши гимнасты выступят хорошо. Но то, что было на помосте Дворца Спорта Олимпийский, превзошло все ожидания. Чемпионами мира стали мужская и женская сборные СССР. Лучшими гимнастами мира названы Юрий Королёв и Ольга Бечарова. Глядя на нее, вспоминаются строки Роберта Рождественского. Битва гимнастических гигантов. В бой вступают главные герои. А у гиганта с ростом небогатого. Хмурится гигант, гигант расстроен. Две косички вздрагивают жалостно. Надо же, так начинало чисто. Вроде все прошло, и вот, пожалуйста, простенький соскоп не получился. Есть слова про долг и про ответственность. Ей от этих слов не станет легче. Крупная державная ответственность рухнула на худенькие плечи. Соли часто болела. И у нее были часто очень ОРЗ. Руки были слабенькие очень. И мне хотелось, чтобы она была, росла здоровой девочкой. И я отдала ее в секцию фигурного катания. Это у нас здесь в микрорайоне при детском садике. Очень хорошая секция. Она и сейчас действует. Эта секция является как бы культурным центром у нас в районе для малышей. Ну, там не совсем маленькие бывают и школьники. Ну, в общем, секция замечательная, я считаю. И там Оля научилась кататься на коньках. Получила третий юношеский разряд, в конце концов. И получила, я считаю, здоровье. Потому что она занималась по четыре раза в неделю, а то и по пять раз в неделю. Вот. После садика. Каждый день мы ходили. Приходила краснощекая, румяная. И в результате вот все-таки здоровье укрепилось. А потом как мы попали в гимнастику, теперь расскажите. Ну, в гимнастику мы попали совершенно неожиданно. В школу, в первый класс. Пришли тренеры по набору. Школа у нас спортивная. Шестьсот девяносто вторая школа. Очень хорошая школа. Вот. Выпустила много спортсменов. Вот. И тренеры по набору посмотрели малышей. И в числе целой группы малышей взяли Олю на опробование. Ну, мы сначала не хотели, откровенно говоря. Я лично не хотела, чтобы Оля занималась гимнастикой. Но Оля попала в зал, увидела снаряды, поподтягивалась немножко на перекладине. Это пробовали силу малышей. И осталась там в зале. И вот с тех пор она так и занимается гимнастикой. Ольга, теперь ты вспомнил вот тот первый день, как ты пришла в гимнастический зал. Ну, пришла в гимнастический зал. Было как-то все новое, неожиданно. Много снарядов. Интересно очень было. На первой тренировке мы, как мама сказала, подтягивались, уносили, проверяли. Потом мы сделали упражнение на гибкость, на шпагат и сели. Ну, вроде бы я подошла. Заветная мечта у меня стать олимпийской чемпионкой. Какая же еще может быть мечта? Конечно, придет для Оли Вечеровой время, когда появятся новые мечты. Но сегодня все верно. Стремление к олимпийской верши. Сколько вот таких же девочек и мальчиков привело оно в спорт. Субтитры создавал DimaTorzok